А мы тем временем сможем поговорить с первым нашим собеседником, гостем, политологом и, главное, военным экспертом Вахтангом Маисая. Вахтанг уже с нами. Вахтанг, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Приветствую наших зрителей. Да, хочу сразу... Мы, поскольку спрашиваем у зрителей о том, что будет после контрнаступления вооруженных сил Российской Федерации на юге, сразу же у вас и спросим, а будет ли оно? Поскольку, с одной стороны, перебрасываются подразделения, ударная группа формируется на юге, в вакуированных областях Херсонской, Запорожской. Институт войны пишет о том, что возможно продвижение и удары в направлении Запорожья, Кривого Рога и Николаева. То есть, как бы, задание минимум выйти на административные границы оккупированной Херсонской области. Это, как бы, аппетиты. А будет ли это контрнаступление армии Российской Федерации и возможно ли оно физически? Да, очень актуально, очень важный вопрос. Спасибо за такой вопрос. Я должен рассказать, что я думаю, что Кремль сейчас использует методы психологической войны. Как вы знаете, психологическая война, это как раз является немножко отличительной чертой, так сказать, информационной войны, потому что психологическая война как раз ведется против вооруженных сил противоборствующей стороны. Так что в этом контексте вот из этой данной, как говорится, притча, это из данной, как говорят, сказки. Просто российские вооруженные силы очень боятся, или командование российских вооруженных силы боится контрнаступления украинских вооруженных сил по линии Николаев-Херсон. Они ожидают, естественно, соответствующих ударов, но не знают, где будет главный удар, куда, так сказать, будут сосредоточены украинские вооруженные силы. И просто они вот в этой, как говорится, панике, они хотят просто нивелировать данную, как говорится, угрозу с помощью элементов психологической войны. Я думаю, что просто российские войска перебрасывают примерно 30 БТК для того, чтобы усилить, так сказать, ту линию фронта, которая проходит по линии, можно условно сказать, Николаев-Херсон-Милитополь, чтобы как-то вот противостоять, противопоставить украинской контратаке. То есть методом украинских вооруженных сил, который уже, так сказать, готовый, уже сосредоточивать свои вооруженные силы, чтобы мощным ударом, как говорится, смести оккупационные силы в окрестно Херсона и Милитополе. И, кстати, эта данная, как говорится, угроза для российских вооруженных сил является абсолютно реальной. Кстати, из-за этого как раз российские вооруженные торопятся, как говорится, как можно скорее захватить Донецкий регион. Они уже возобновили свои, так сказать, боевые действия по линии, как говорится, Бахмут, Солидар и Авдеевка, но не могут прорвать даже первую линию обороны, как мне кажется. Потому что, хотя российские информационные, так сказать, и социальные сети там бравируют, что якобы, так сказать, оборона прорвана, но как я, как говорится, сматривать детально, они даже этого не могут сделать. И пока что вот украинская линия Майнергейма держится очень, я бы сказал, устойчиво. Это, естественно, мешает картой российским военным командованием, которое, как говорится, скорее всего на летнюю, так сказать, летнюю фазу военной кампании абсолютно планировало иначе, так сказать, задействовать свои вооруженные силы в оккупации Украины. То есть они хотели просто захватить Донецкий регион, а после, как говорится, в скупе, как говорится, скорее всего, с белорусскими вооруженными силами уже осуществились удар с севера и потом уже, как говорится, расширить плацдарм, оперативный плацдарм по линии Николаев-Одесса и в сторону Харькова. Вот такой был, я думаю, замысел, как говорится, генерального штаба Российской Федерации. Но как раз этим планом не сужено было сбыться, потому что украинские вооруженные силы держатся очень, я бы сказал, грамотно и своими, как говорится, очень мобильными и оперативно грамотно спланированными действиями как раз сковывают российские вооруженные силы в окрестностях Харькова и окрестностях Донбасса. И я думаю, что в окрестностях Херсона и из Херсона как раз российские вооруженные силы пришлось, так сказать, перебрасывать части в сторону Донбасса и Харькова, чтобы как раз прикрыть свои силы. Я думаю, что сейчас в этом контексте они сейчас прикрывают вторым эшелоном, то есть вторыми ударными резервными силами, которые они с ППХ, так сказать, сформировали даже в Таташстане, Башкистане и Северной Осетии, чтобы как-то прикрыть ту бречь, которая, так сказать, у них остается в сторону Херсона. Вот такая расстановка сил на данном этапе. Я думаю, что все это... Ну, логично, если они все-таки решатся, атаковать, идти в контрнаступление, логично отвлечь силы и внимание Генштаба Украины синхронным наступлением севера с Беларуси. Мы знаем от разведки, что идут проверка боевой готовности спецназа Белорусской Республики. Вот будет такая команда ФАС для Белорусской Армии, или это тоже часть информационной кампании для подготовки, ну, скажем так, ИПСО такое затянувшееся? Да, я понимаю. Я думаю, что если будет такая команда со стороны Крылья, то это будет не раньше, так сказать, первую половину сентября. Это во-первых. Во-вторых, это все будет, как говорится, детермировано, как пойдет ситуация в Донецком регионе, насколько российские оккупационные вооружения смогут прорвать оборону на той линии фронта, о котором я сейчас говорил. Это все будет как раз исходить из этого факта. Я должен еще интересный факт вам привести. Как вы знаете, в оперативно-статистическом командовании «Восток» начинаются, я бы сказал, главные военные учения, то есть оперативно-статистического уровня. Это «Восток-2022», который лично командует начальник генерального штаба сам Герасимов. Армия генерала Герасимов сам командует этими учениями. И что самое интересное, что в этих учениях будут принимать участие части белорусского западного оперативного командования. То есть это очень интересный факт. Скорее всего, там приводятся факты 250 человек, я думаю, что будет больше. Я думаю, что уже на уровне, если эти учения будут управляться личным, лично, так сказать, командующим, лично начальником генерального штаба Герасимовым, то я думаю, что как раз в рамках этих учений пройдет, как говорится, сложение и оперативное, как говорится, я бы сказал, переподчинение частей белорусских вооруженных сил российским вооруженным силам. То есть это уже серьезно. То есть я думаю, что если такая операция будет проводиться, то есть я имею удар с севера со стороны Белоруссии, то эту операцию возьмет лично на себя армия генерал Герасимов. Генерал армии Герасимов. Да, а вот если в сентябрьский, скажем так, вот этот удар, это какой ударный кулак армии Республики Беларусь, скажем так, в численном составе, и сколько там сосредоточено российских военных под видом отдыхающих белорусов. Конечно. В сумме сколько это будет? Гибридные войны, переброски, маскировки. Это абсолютно точно вы заметили, потому что Россия концентрирует свои ударные, я бы сказал, авиационные группировки. То есть это тактическая авиация и, естественно, ударные вертолеты. И под видом, как говорят туристов, там перебрасывают боевых летчиков. Это, естественно, известный факт. Что самое интересное, скорее всего, так сказать, российские и белорусские объединенные, так сказать, группировки будут составлять не менее 20-30 тысяч человек. Это условно, я бы сказал, на данном этапе. То есть главная их, так говорится, цель будет, как говорится, удар по линии ровно Луцк. То есть отрезать, так сказать, трезть такие коммуникационные линии, которые проходят по линии Запад-Восток, и которым снабжаются украинские вооруженные силы в Донбассе и на юге Украины. Это во-первых. И во-вторых, создать оперативную угрозу в сторону Киева. То есть это в том плане, что украинские вооруженные придут потом мобилизировать свои части для защиты, естественно, столицы. И, естественно, заодно, как говорится, резервные части западного военного командования, которые как раз сейчас прикованы боевым действиям в сторону Донбасса, будут уже прикованы как раз, чтобы отреагировать на вторжение севера. Вот это, я думаю, что будет такой вспомогательной, как говорится, часть этой операции. Но главное, так сказать, удар все-таки придется со стороны Российской Федерации и со стороны Генштаба именно, как говорится, на Донбассе, и особенно, так сказать, я думаю, что на Николаев-Одессу. Потому что российским вооруженным сенатом очень крайне важно захватить Донецк и объявить, что как раз Донбасс якобы освобожден от украинских вооруженных сил. И что самое главное, они будут спешить захватить как раз ту часть побережья Черноморья, которая до сих пор, так сказать, сохраняется со стороны, так сказать, вооруженных сил Украины. Я думаю, что это будет главный, как говорится, мишень, мишень будут, как говорится, так называемые сентябрьские фазы, так сказать, летней кампании вооруженных сил Российской Федерации. Но это я говорю только планы. Я думаю, что командование вооруженных сил Украины под командованием генерала Залужного, как говорится, примет соответствующие меры и не даст возможности российским оргам как осуществить своих планов. Вахтанг, это об оперативной обстановке, оперативных планах и хотелках. Теперь к тактическим событиям, которые онлайн поступают к нам, мы рассказываем нашим зрителям. Вот сегодня в центре Донецка прощаются с изменницей родины, Кочурой. Вот туда подтянулись все, в том числе и правдивые журналисты канала «Звезда» Министерства обороны Российской Федерации. Перед похоронами лично товарищ Путин дал героя России, гражданке Украины Кочуре. И вот начался артиллерийский обстрел. Пока говорят о пяти погибших, более шести раненых. Но вот тут, вот тут очень интересно произошло, потому что пропагандистский канал РИА Новости, их спецкор прямо там, из центра Донецка, в этом обстреле сразу же обвинили вооруженные силы Украины. И вот тут мы читаем, район театра оперы и балета и гостиницы «Донбасс» в центре Донецка обстрелян впервые за все восемь лет конфликта. И вот тут, Лахтанг, это не впервые, но в следующий раз мы слышим дурдом, потому что РИА Новости палят всю контору, которая пишет сказки военной пропаганды. Они перед вторжением отрабатывали все время одну и ту тезис «Вперед защищать Донбасс». Донбасс бомбили восемь лет, а тут говорят «Впервые за все восемь лет конфликта». Вот почему пропагандисты палятся даже на таких вот трагических и хорошо как бы подготовленных историях, и вот никогда не было и вот опять. Да, вы абсолютно правы, потому что это, естественно, из той оперы физиологической войны, элементов физиологической войны, они просто хотят показать, что вот видите, как раз у украинских вооруженных сил появились новые, так сказать, западные образцы оружия, и по этим образцам украинцы уже обстрелывают мирное население. Это, естественно, такой оперы, как говорится, чтобы опять, так сказать, создавать антизападную истерику внутри Российской Федерации, естественно, для усиления истерики, так сказать, для собственного населения, и потом уже под видом этого как раз как-то вот начать хотя бы частичную мобилизацию. Я думаю, что это именно связано вот с такими, как говорится, я бы сказал, фейк-ньюсами. Абсолютно точно, что российские пропагандисты, они строят свою линию в том плане, что вот видите, во время похорон героя России как раз они даже не пощадили, и, как говорится, это акт возмездия со стороны украинских вооруженных сил, и якобы все это логично, как говорится, идет в одну цепь, как говорится. Но они просчитываются то, что если в течение восьми лет, то есть центр Донецка не обстреливался, особенно вот тот район, где находится здание, во-первых, Балета, Донецка, почему сейчас, так сказать, пришло в голову представителям вооруженных сил Украины как раз обстреливать именно этот район, если этот район еще не обстрелился в течение восьми лет. Вот это об этом хочу я еще как раз, как говорится... Да, Вахтанг, а тут тоже интересно. Смотрите, вот в местных пабликах, то есть украинские граждане, которые живут в оккупированном Донецке, они отслеживают очень просто, они сразу пишут, вот смотрите, выход пошел в секунда и взрывы. То есть стреляют с одного района в Донецка в другой, и это очень маленькая... Да, естественно, они стреляют огнеметами там 82-миллиметровых, и так сказать, огнеметными огнями как раз, какого там фугасного или какого-то уже... Смотрите, если местные говорят об этом минометном или артиллерийском обстреле короткого действия, то всякие каналы «Звезда» и другие говорят о том, что это украинские нацисты обстреливают Донецк. И вот по эффективности, да, как бы телеграм-каналы не закрыты эти в ДНР. Вот есть информация, где местные сами приводят... Даже можно там найти видео, где слышно выход и прилет, да? И вот что срабатывает, скажем так, вот люди... Короткий такой был. Что срабатывает в голове, имея в виду, то, что посмотрели на канале «Звезда» Министерства обороны Российской Федерации, вот эта ложь об обострили, или паблики местных из Донецка в телеграм-канале? Что из этого сработает? Вообще-то все, так сказать, абсолютно смотрят на социальные сети. И на те, так сказать, интернет-издания, которые более-менее оперативно и более, так сказать, правдиво ведут ход боевых действий. Так что все как раз, примерно 60-70% они как раз ориентируются на социальных сетях. Та информация, которая распространяется в социальных сетях. Это вы абсолютно правы. Ну, часть 30% возьмут, так сказать, которые живут, так сказать, в регионах или дальних, так сказать, провинциях. Да, они, как говорится, к сожалению, они более-менее, то есть, они подходят под влияние вот таких, я бы сказал, пропагандистских каналов, как «ТВ-звезда», «Рея новости» и программа «Время» и так далее. Но в этом все равно, как говорится, многие, так сказать, абсолютно ориентируются на социальные сети. И то, что там пишется, это вот дается как настоящая правдивая информация. Выдается как настоящая правдивая информация. И так оно и есть, кстати. Я думаю, что как раз вот такие объекты... Да, кстати, вы знаете, что... Вахтанг, ваша информация прямо вот в онлайне подтверждается. Вы говорили о стратегическом направлении удара, куда бы хотели ударить Герасимов и его лукашенковские сподвижники, да? Вот свежая информация. Вы ровно сообщили о заминировании вокзала и улиц. Людей эвакуируют в Тернополе. То же самое эвакуируют людей из центрального вокзала, центрального универмага. Тоже есть информация о возможной провокации, заложенной взрывчатке. Как видим, именно там вот проходит сейчас вот такая дестабилизация ситуации. Что подтверждает ваш прогноз о направлении ровно Луцк? Да, к сожалению, так оно и есть. Потому что вдоль, так сказать, границы Украины-Беларуси как раз концентрированы специальные силы, специальное значение белорусской армии. Это, если на что, пятая, так сказать, так называемая бригада специального значения, которая занимается, так сказать, оперативной стратегической разведкой, как говорится, в глубине на территории 500 тысяч километров. Это тоже, так сказать, важно. Это фактически является стратегическим резервом главнокомандующего товарища Лукашенко. Это тоже должен, так сказать, сказать. И в этом контексте, как раз, я думаю, что там еще проходят тактические учения. Трук, так сказать, непланового учения проходит, так сказать, вдоль границы Украины-Беларуси. Так что, основном в Гродном и других, так сказать, районах. То, что сейчас как раз уже Беларуси перебрасывает на оперативно-стратегическое учение «Восток-2022» в своей части, это еще более-менее подтверждает данное, так сказать, предположение, давайте так сказать. И я думаю, что если, так сказать, Путину понадобится, то он может дать приказ еще и пораньше начать такую операцию, потому что, как вы знаете, Путин очень волнуется. Если он не использует сейчас летний период, и потом уже во время ливних, дождей и так далее, уже, так сказать, не смогут вооруженные силы, оккупационных сил, то есть Россия, извиняюсь, применять, так сказать, авиацию, тактическую, так сказать, азиатическую авиацию и будут, так сказать, проходимость, особенно, как говорится, вот такие, так сказать, полотенцы места Донецка, естественно, это темп удара и темп, как говорится, то есть время боевых действий растянется на долгие года. А это, естественно, очень как невыгодно Кремлю и товарищу Путину, потому что сейчас уже есть тенденция, когда уже, так сказать, массово, значит, выезжают российские граждане за границу. Вот у нас вот в Грузии, например, полным-полно российских граждан. Особенно, вот еще я заметил, здесь у нас приезжают молодые люди, особенно призывного возраста, и, естественно, идет, как говорится, отток, так называемых, так сказать, умных, я бы сказал, людей. Вот тоже так приезжают там программисты, те люди, которых Кремль использует в рамках кибервойны, используют, так сказать, так называемых, так сказать, как они там создали, значит, по-моему, созданные, так сказать, мудрые или умные, как говорится, части, как вы знаете, вот в рамках этих они созданы такие части, которые используют, так сказать, кибервойны, киберпоевые действия и так далее. Вот абсолютно, так сказать, молодые люди и абсолютно те люди, которые, как говорится, уже могут подойти, как говорится, к амбилизационным, как говорится, моменту, они, как говорится, уже массово покидают Россию. Это, естественно, кто не понимает. Вактанг, это называется... Отток мозгов, да. Да, это называется, если мы не открыто не выступаем против войны, мы голосуем ногами. Да, Вактанг, спасибо за анализ оперативной обстановки. И Вактангу Моисайе мы скажем огромное спасибо. И до новых встреч на канале «Утро февраля». Субтитры сделал DimaTorzok